Под Тверью проходят загородные сборы юных спортсменов, занимающихся самбо и дзюдо. Причем в них принимают участие борцы не только из нашего региона. Об условиях, в которых проходят тренировки, а также о том, что дают занятия единоборствами, рассказывает Роман Быков. Про этот домик и не скажешь, что он на две недели превратился в маленький кадокан, знаменитый центр изучения дзюдо в Японии. Вот и здесь ребята занимаются на татаме, как в помещении, так и на улице, если позволяет погода. О таких сборах мечтает любой спортсмен, и стар, и млад, но сами посудите. Блестящие условия размещения, комфортные, уютные спальни, замечательный внутренний зал, но самое главное, тренировки на свежем воздухе. Здесь чистый сосновый лес, сосновый воздух. Не секрет, что летом не всегда комфортно заниматься в душном, жарком спортзале, а здесь просто, ну что называется, полный кайф. С организацией этих сборов помогли депутат Государственной Думы от Тверской области Владимир Васильев, а также власти Верхней Волжи и неравнодушные предприниматели. Команда Владимира Авдалиевича давно поддерживает спортсмена Тверской области, самбистов, дзюдоистов. И мы командой приняли решение организовать лагерь спортивный для детей. Большое спасибо всем, кто принял участие, всем неравнодушным людям в организации этого лагеря. Это все у нас при поддержке правительственной области, при поддержке Игоря Михайловича Рудени. Мы с вами видим, сколько у нас возводится объекта спорт в Твери, на территории региона. В течение двух недель здесь будут заниматься ребята не только из Твери, но и Торжка, а также Москвы. Дисциплин три. Самбо, боевое самбо и дзюдо. Тренеры убеждены, занятия спортом приносят огромную пользу не только в плане укрепления организма. Это также их отвлекает от улицы, во-первых, очень здорово. Ну и вообще-то готовят к жизни, к армии. Многие поступают в военные структуры силовые учиться. И это они прям уже подготовлены. И мы оказываем огромную помощь силовикам нашим. О том, что боевая разновидность самбо очень помогает при службе в армии, нам подтвердил Николай Савин, вспомнив один эпизод афганской войны. И его ему рассказал наш боец, который выносил из боя двух раненых товарищей. Иду на себе, несу, и вдруг три духа на тропинке. Тропинка узкая. Духи все вооруженные. А у меня, он на мне лежит, пулемет еще висит. Пришлось, я говорю, ну и как? Он говорит, если бы не самбо, я бы ничего не сделал. Вот видите, я живой, а духов нет. Организаторы этих сборов намерены проводить их регулярно. Потому что нет ничего лучше, чем заниматься спортом в хороших условиях и на чистом воздухе.